всем привет zebrush 2019 в этом ролике хотелось бы показать как я делаю глаза так давайте выберем tool выберем сферу вытащим ее вытянем нажмем edit shift левая кнопка мыши выравниваем все это дело на рабочей вот этой зоне сделаем make polymesh сделаем нашу сферу активной для работы теперь подгружаем текстуру жмем импорт и скачиваем именно с интернета разные глаза ну давайте вот этот глаз синий текстуры включаем нажимаем на глаз и делаем активного вот на эту вот иконку так подставляем его как-то вот более-менее по центру вот таким вот образом тут опять же смотрите какой зрачок вам этот нужен большой маленький регулируйте его вот давайте где-то сделаем вот таким вот образом вот так теперь сделаем более ярким это вот это вот иконка shift z отключаем пока глаз и надо сетку поменять вот этому глазу чтобы все дела рисовалась лучше заходим в диаметре делаем дайна мэш можно даже поплотней вот 43000 это будет маловато control д добавим 175 пускай будет потом можно будет понизить жмем того удаляем дивайды так теперь поле f отключаем видимо сетки shift z включаем глаз кисточка стандарт rgb рисование затрат и отключаем в смысле лепку и все это дело красим опять же красим без включения симметрии вот такая штука получает итак глаз нарисован давайте теперь control включим вот эту циркул сферу симметрия не нужна нам выкинем control пробел подставим вот к этому зрачку маскирование поровней как-то постарайтесь сделать так как то вот так маскируем сзади у нас тоже появилась маска control z control alt убираем ее вот такая штука control и нажимаем инвертируем маску теперь включаем черный цвет и все это дело закрашиваем получается вот такой эффект так теперь что нам нужно сделать нам нужно замаскировать вот эту штуку центральную полностью вот так так сзади у нас опять же появляется маска control alt мы снимаем control и жать не надо потому что мы это все дело сейчас тоже будем закрашивать так закрашивать мы это все дело будем черный цвет опять же и к симметрию включим и все так вот красиво заделаем почему пока в черный чтобы у нас маска нормально так вот этот края тоже нужно побольше аккуратненько чтобы белого цвета не было совсем тут подгадать подогнать так где-то вот в таком духе и все еще раз подкрасить вокруг зрачка снимаем маску теперь заходим маски маскинг вот этот находим mask be color mask be intensive инвертируется теперь вот этот свет разбивается именно маскированием нажимаем гизму так и к симметрию включим чтобы ровнее все это дело уходило вдаль так вот если сейчас будем прибавлять будет вот такая штука выпуклая будет все это выжить вот таким образом плоховато control z поэтому нам сказал нужно это все дело вдавить вот так вот снимаем маску отключаем гизму и смотрим что получилось так дров сайс поменьше получается вот такой эффект так теперь когда глаз готов вот таким вот образом давайте замаскируем вот эту часть центральную вот так вот сзади опять же так он правит сзади control alt опять же уберем маску и теперь нам понадобится текстура именно вот этих вот сосудов текстура импорт находим сосуды опять включаем текстуры находим сосуды включаем текстуру и тут вот каким образом если сосуды нам нужны поменьше ну просто уменьшаем картинку вот так если сосуды нам нужно сделать каким образом чуть-чуть прозрачней то уменьшаем вот этот вот интенсивность рисования давайте посмотрим как все это дело будет происходить и к симметрию опять же включаем и все это дело вот таким вот образом наносим вот видите прикольно уже ну сильно ярко я думаю тоже не надо делать z где-то передвигаем где-то тоже симметрии иксовой красим вот этот переход сейчас тоже подловить так дров сайс поменьше и вот эти края не цепляем а проводим только вот где-то по центру ну вот уже более менее так убирается можно также переворачивать где-то чуть-чуть увеличивать и и вот так вот потихоньку подкрашивать так состыковываем где-то рисунок возможно ну более менее нормально так теперь z включаем перекручиваем и рисуем не касаясь краев так вот так вот так вот и вот так şimdi здесь есть больше белого снизуного давайте вот сюда вот так вот так вот так sí подгадаем о стык блоки наноту вот таким и decline краев. Если вам нужно будет посмотреть как это все в прозрачном виде, то Z и уменьшаем вот эту вот интенсивность рисунка. Вот прозрачность и можем подгадать вот сюда вот где-то подвести и чуть-чуть подрисовать слегонца. Теперь Z наверх переводим. Как-то так вот можно прорисовать его. Спасибо. Так, я не включил именно симметрию, поэтому давайте все это дело исправим с помощью Modified Apology Mirror M12. Получается вот такой глаз. Так, что еще тут можно сделать? Где-то что-то нужно попробовать подкрасить. Так, если что тут у нас углубление. Подкрасить. 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 Теперь нужно делать ему дубликат. Отключаем дубликат. Переключаемся на верхний Subtool и нужно ему поменять сетку. 176 тысяч многовато. Значит делаем динамеш. Желательно сразу чтобы он подгадался хотя бы на 70 тысяч, потому что меньше уже качество глаза будет плохое. Так Ctrl-Z и резолюция 160. О! 99 тысяч полигонов это нормально. Теперь возьмем, спроецируем на всякий случай вот эту вот высокополигональную на низкополигональную projectile, где какие потерялись именно вот эти вот детали. И вот глаз готов. Вставим ему какой-нибудь материал. Так, это не тот. Что-то с блеском надо. Так. Ctrl-Z. Ещё, наверное, нужно замаскировать вот эту часть, чтобы до бортов вот этих не доходить. и попробуем ещё сейчас. Так. Когда вы начинаете размывать что-то, вы видите, что и текстура размывается. Ctrl-Z. Ctrl-Z. Ещё раз. Ctrl-Z. Отключаем нарисованную текстуру и просто вот это всё выглаживаем. Текстура останется нормальная, не размытая. Оп. Видите? Прикольная штука. И всё сгладилось. Ctrl-Z. Теперь нажимаем где-то C и можно немножко ещё подкрасить или выбрать белый цвет. И вот это вот всё делая, интенсивность поменьше и как-то вот побольше белого добавим. Добавить вот так по концу. Ну вот так как-то. Возможно даже вот чуть-чуть побольше где-то добавить. вот так вот цветом. Ну чтобы вот эти вены всё равно были на месте. Снимаем теперь выделение. Возможно ещё Ctrl-Z. цвет. Если вы хотите белый прям глаз, то уже вот так вот красите его в белый цвет. спросите как бы добавить текстуры. В принципе яблоко белое, но вот если вам нужны текстуры ещё какие-то, то добавляете и скачиваете вот такой вот вид. вот такой вот вид текстуры. что я сегодня подгоняю Z, её ещё можно уменьшить побольше. Так, и вот слегка Z передвигать, перекручивать её как-то, подгонять. делать поменьше возможно где-то, где-то побольше. опять же перекручиваем, подставляем и на прозрачном виде всё это дело рисуем. Получается вот такая штука. Z где-то ещё больше перекручиваем, подгоняем, уменьшаем. Где-то можно наискось её поставить. Вот таким вот образом. Так вам видно? Z Ну и убрать артефакты, это значит C. Подбираем цвет и вот это вот всё ненужное нам закрашиваем. Вот эти вот артефакты тёмные. переходы какие-то убираем. Где-то что-то вот таким вот образом. Ну вот уже получилось шип Z. Скайл. И как это дело всё выглядит? Вот таким образом выглядит нерв вот этот, именно сосуд. Можно тут творчески ещё подойти, посидеть как-то, понарисовать. Если кто-то рисует, у кого-то планшет есть. Будет ещё лучше. Ну а теперь, что делаем? Вот этот второй глаз можно удалить. Delete, в принципе, он нам не нужен. Ну а этому глазу делаем развертку. Заходим в Blender и экспортируем его сюда. Так, импортируем пардон. Топс файл. Десктоп. Глаза. Единица на нампаде. Заходим в шейдинги. Image текстур с FD копируем вот сюда. По прошлому ролику всё. Добавляем Add Vector и добавляем Normal Map. Так, вот этот и вот этот G чуть подальше. Normal Map к Normal. Color к Color. Так, здесь Color Roughness подключаем. Ну а теперь текстурки. Так, сюда значит. Давайте вот эту. Ставим Non Color. И к Normal Map подключаем Normal Map. Ставим тоже Non Color. Так, что у нас тут с интенсивностью. Так, чуть-чуть поменьше. Вот так, наверное. Так, так, так. Шейдинги ещё поменьше, наверное, в текстурах. Так, вот где-то 200. Если вам нужен вот этот выпуклый, вот этот зрачок. Добавляем сюда тогда Shift A. Отдельно Mesh. Добавляем, так, UV-сферу. Делаем ESG. Отставляем к центру глаза. Делаем ещё раз SG. Где-то вот так, наверное. И делаем ещё раз S. Ну вот теперь получается выпуклый зрачок. Назначаем материал New. Там чёрный. Делаем Shader Smooth. Ну и теперь можно это всё дело анимировать. Допустим, зрачок. Косточку отдельно. Поставить на глаза отдельно. И S. Допустим, раз. Вот так нажимаем. Вот так как-то, допустим. И раз глаз уже он типа удивляется. Потом хлоп уменьшается. Сейчас единицу приблизительно вам покажу. Так, timeline. Допустим. И локация. Так. И. Lock Scale. Локация. Именно размер. Ну и где-то на тридцатом кадре. Давайте его чуть-чуть. Как-то S. Увеличим. И. Локация. Scale. Ставим 30 кадров. И вот уже такая штука получается. Можно его, конечно, ещё вглубь уводить, чтобы он так сильно не был выпуклый. Давайте проверим. Так. Ну, допустим, вот можно вот так его сделать. И локация scale. Ну, вот уже более-менее нормально так. Допустим, удивление, да, или неожиданность какая-то. Глаз так. Зрачок увеличивается. Ну, такая штука. Вот такой вот глаз. Всё. Всем пока. До свидания. Наверное, ролик затянулся. И Став Bodine.